В этой части материала Фирма 1С традиционно представляет на Кри новинки свои, те игры, которые еще не вышли Но, кстати, на этот раз мы представляем игру, которая вот-вот появится в продаже Настоящий хит Это игра Kings Bounty, легенда о рыцаре Также мы представляем продолжение игры в тылу врага 2 Лис пустыни Игру Анабиос Сон Разума На выставке Кри мы проанонсировали игру Мэджести 2 Которую делает команда 1С Суноко, уже известная по игре Кодекс войны Издавать ее будет парадокс, мы будем издавать ее в России Также представляем игру приключения Капитана Блада Собственно говоря, как вы можете видеть, на нашем стенде на протяжении уже 1, 2, 3, 4, 5 лет Мы были признаны лучшим издателем конференции разработчиков игр Но в этом году мы на это звание даже решили не номинироваться Потому что, ну, сколько уже можно, надо и честь знать Пора и другим дать возможность носить этот гордый титул Но, тем не менее Можно не сомневаться Если бы 1С все-таки номинировалась Компания бы запросто получила титул и в этот раз Ведь именно 1С издает игру Kings Bounty Которая собрала добрую половину наград всей выставки Субтитры создавал DimaTorzok Ну а приз за лучшую консольную игру взяла еще одна разработка 1С Это приключения Капитана Блада, созданные студией 1С Морской Волк Игра очень изменилась за время разработки и превратилась в жестокий экшен с головорезами Временами нам это даже напоминает God of War Авторам, впрочем, тоже Сначала мы пытались сделать более продолжение Коксаров Мы хотели сделать продолжение Коксаров, ориентированное больше на наш рынок Но когда мы стали разрабатывать игру под Xbox 360 Мы поняли, что так как в России консольные игры не очень развиты Нужно смотреть на запад Посмотрев игру God of War, Heavenly Sword Посмотрев на другие игры, мы поняли, что с такой стилистикой далеко не пройти И пришлось все изменять Мы решили взять более комиксовую, более фантастичную стилистику Сделать все круто, можно как бы сказать, как 300 спартанцев С одной стороны мы берем такую серьезную историю характерную А тут мы ее переделываем просто под красивый, красочный экшен с колоритными персонажами Мы не боимся, что нас будет сравнивать с игрой God of War или Heavenly Sword Нам даже это немного льстит То, что нас сравнивают с такой успешной игрой Ну а для владельцев персональных компьютеров 1С издает шутер Anabios Созданный киевской компанией Action Forms Мы попадаем на мрачный, затерянный во льдах корабль Когда-то потерпевший катастрофу Теперь его населяют чудовища Но куда более опасным врагом станет обычный холод Чтобы восстановить свою жизненную энергию Нужно греться Причем не только от костра, как здесь представлено Мы отождествляем источник света, как источник тепла Потому буквально греться можно от любой лампочки Корабль абсолютно реален Это точная копия корабля Арктика Который мы воссоздали по чертежам Не учитывая какие-то геймплейные элементы Компания 1С показывала и другие игры Но за закрытыми дверями и в секрете от посетителей выставки В отсутствие общепризнанного лидера Лучшим российским издателем Кри 08 Жюри признала компанию Акелла Именно на стенде Акеллы посетители Кри Могли оценить скандально известный шутер Postal 3 Который разрабатывается совместно российскими и американскими разработчиками Показывали миссию ни много ни мало про порномагазин Разумеется никто нас здесь не ждет Никому вообще не нужны Но как говорится герой в этой сценке Что трава не покупается сама собой Деньги какие-то нужны Он находит объявление на доске о том Что в порномагазине нужен санитар-уборщик Собственно мы тут появляемся Это небольшая кат-сценка Вот появляется Рун Джереми Что же он там делал у нас Братья внимание Там резиновая женщина лежит Человек времени не терял Собственно нам он обрисовывает проблему Текущую нашу задачу Порномагазин Это не только магазин Это и автоматы, кабинки Где посетители загрязняют пол грязными салфетками Которые не выбрасывают после себя Вот эти салфетки нам и нужно бы убрать При помощи пылесоса промышленного И выбросить мусоросжигатель Сейчас он нам покажет и пылесос, и мусоросжигатель Приз за лучший дебют на конференции Получила самобытная игра Moscow Racer Посвященная уличным гонкам по Москве У авторов планов громадье Да, никаких, пардон, Жигулей Никаких горячих хатчбеков Начинается все с мощных бизнес-седанов Хотя в этой версии не показаны Они тоже слабоваты Потом спорткары уровня Porsche Суперкары уровня Lamborghini И еще секретная категория Это прототипы, сделанные для рекордных заездов Мы сотрудничаем и с правительством Москвы И с этим самым ГАИ Вот И вообще это все не для печати Поэтому мы на самом деле пропагандируем безопасность И в игре будет масса материалов Напоминающих о важности пристегиваться И о подобных вещах ГАИ уже есть, реализовано Но присутствие ГАИ в финальной версии Будет решением более политическим, чем техническим Кроме этого, в первый день конференции Компания Акела устроила в клубе 4Game Презентацию одной из своих ключевых игр Немецкие гости из компании Ascaron Entertainment Рассказали, что Россия и Германия братья навек Потому что только в этих двух странах Растут продажи компьютерных ролевых игр Авторы Secret 2 устроили нам еще и закрытый показ своей разработки Основное отличие от первой части В том, что Ascar 2 будет нечистым Но мультиплеерным игром Многопользовательским Это будет вас сейчас немного удивляться Вы же всегда в состоянии синглплеера Но мы хотим Обратить большие преимущества ММО Мультиплеер-спел Синглплеер-спел Помимо положительных Особенностей Первого Ascar Мы также хотим туда засунуть Все лучшее, что вышло из-за Молнил-Харпады В первую очередь это, конечно же, Серафима Которую мы перенесли из первой части Потому что это был наиболее популярный персонаж Мы проводили социальный опрос И выяснили именно этот факт Второй персонаж это Триад Это что-то вроде эльфики из первой части Классический боец с боем Пользуется паховыми трубками И Милюс Нагландевич Мы имеем Шаттенкрига Он с гладиатором В первой части Это классический танк Как мы хотим играть И он также может Встречать с боем После идет Субричный воин Это что-то вроде Гладиатор из первой части Классический боец Танк Который также может поднимать Павших воинов Компания 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 Операция получила название Погратион Компания Мы подняли планку вхождения в игры про вторую мировую войну Для тех людей которые не привыкли очень много думать То есть в игре будет присутствовать режим интерактивной кинематографической камеры Где игрок может выделить все свои войска Много сотни танков и сотни пехотинцев Послать их вперед А потом нажав единственную кнопочку Откинуться назад в стуле Выпить чашечку кофе И в течение нескольких минут смотреть Настоящее эпическое советское кино про войну Или кадры хроники Однако Есть специальный уровень сложности Хард сложный Где ни до каких кинематографических красот Уже человеку дело не будет Не до этого Потому как враг силен Наших войск будет мало И ему придется Много упорно и кропотливо маневрировать Комбинировать пехоту с танками с артиллерией Сразу в двух номинациях победила игра С непростым названием Саблюструм Это адвенчура В которой звуку уделяется больше внимания Чем изображению Игре достались награды в номинациях Лучшее звуковое оформление И лучшая приключенческая игра Стенд саблюструм выглядел сюрреалистично Подопытный сидел в темной комнате Держался за две вертикальные ручки И старался отыскать послания в мрачных звуках Раздающихся из наушников Сами мы определяем жанр проекта Как психологическое приключение Психологическая адвенчура На нашем стенде можно поучаствовать В бесчеловечном эксперименте По выведению человеческой психики За грань реальности В общем-то Наш проект как раз этому и посвящен Главный герой путешествует по подсознанию По мирам коллективного бессознательного Звуку уделено огромное внимание В разработке Все звуки записывались абсолютно аутентично Второе главное действующее лицо игры Это профессор, собственно, которого мы ищем Это не какой-то специальный актер Голоса которых вы слышите в каждой игре А специально найденный Профессор палеозоологии Одного из питерских институтов РАН Который любезно предоставил свои услуги По записи своего собственного голоса Который записывался в подземельях этого института В хранилищах То есть мы попытались полностью Какую-то метафизическую атмосферу Записать на микрофон На стенде компании Бука Можно было получить необычный пресс-релиз Оформленный в духе авиабилета Все желающие могли познакомиться сразу с несколькими известными играми компании Например, шутером Коллапс Который, по уверению его авторов, все-таки выйдет в этом году В игре очень детально проработанные персонажи, NPC Каждый, который имеет свою предысторию и свое продолжение В зависимости от того, какие противники противостоят главному герою Игрок может комбинировать оружие Если против снайперов и автоматчиков, которые удерживают позиции Необходимо применять огнестрельное оружие Спецспособности позволяют выйти из критических ситуаций Когда игроку ничего не остается сделать Либо погибнуть, либо что-то сделать Для этого мы можем использовать таймварп Мы можем использовать двойника Фантом Который отвлекает на себя внимание У нас есть разлом, это направленный удар И есть вакуум, который разброс противников от главного героя Коллапс выйдет в третьем квартале осенью этого года В номинации «Самый нестандартный проект» победила другая игра компании «Бука» Ей оказался «Самбион» Фантастика о битве московского пожарника с инопланетянами в руинах Кремля По крайней мере, именно это нам обещали первые ролики Взглянув на игру, мы ахнули Где же пожарник? Многие спрашивают Где замечательный пожарник, который был представлен в самых первых скриншотах нашей игры Отвечаю Пожарник ушел на пенсию На самом деле пожарник был сделан в качестве тестовой модели Можно даже сказать шутки И в итоге в игре он не предполагался Но он так понравился, что в игре мы его увидим Вернее так, пытливый игрок сможет найти пожарника в игре Посмотреть и, собственно, пустить по нему слезу Также наше внимание привлекла «Черная метка» Игра, которую тут же прозвали «Русским комдент» Вы становитесь участником жестокого телешоу Выбраться из которого можно только одним способом Расправившись с другими собратьями по несчастью Игра у нас будет динамичная Она будет рассказывать о похождениях некого персонажа Который получил смертельную черную метку И за ним теперь идет охота По ходу игры мы будем не только драться Но и решать разные логические задачи В данный момент нам нужно найти открывалку, скажем так, ключ к двери Ключами являются специальные предметы, которые мы можем использовать в том числе и в бою Украинский разработчик GSC Game World приехал к нам, как обычно, с одной игрой Но зато с какой игрой и с каким стендом Посетителей Кри приглашали надеть халат и респиратор и пройти на санпропускник Там можно было пройти кварцевание, познакомиться с разработчиками и узнать Чего особенного заготовили для геймеров авторы Сталкера И только Нивал онлайн на выставке ничего не показал Компания организовала несколько закрытых презентаций о лодов онлайн и все Видимо у этой компании все еще впереди В контексте того, что вижу цель, не вижу препятствия, это очень правильная концепция жизни Если чего-то хотите, отбрасывайте препятствия, они будут преодолены Вы найдете способ это преодолеть Просто главное мечтать и видеть эту цель Внимально мы это формируем, как впихнуть не впихуем Это, кстати, Ольф Фетешова придумал, очень давно был Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!